Вот и подошел к концу сезон разоблачения антитопу. Как и все прогрессивное человечество, а летом мы уходим в отпуск. Но для кого-то отпуск это походы в горы, лежание на теплом песке у моря, купание на пляже или просто отдых на даче. Ни первое, ни второе, ни третье не присущи мне. Для меня отдых всего лишь смена рабочей обстановки. Я отправляюсь в Армению и не столько отдохнуть, сколько поработать. Как и в прошлом году. А плоды из этой летней работы будут выходить в эфир с началом нового рабочего года, то есть сентября. Вас ждут новые интервью с интересными людьми, новые разоблачения, новые документальные подтверждения правоты нашей деятельности. Сказать, что год был трудным, значит соврать. Трудный от слова труд. В этом отношении он был трудный, но не тяжкий. И все потому, что вместе с нами вы, наши зрители и читатели. Спасибо всем, кто был с нами и с каждым месяцем вас все больше и больше увеличивается, можно сказать, с каждым днем. Спасибо и тем, кто присоединился к нам недавно. Впереди нас ждут не только масса интересных тем, которые мы обсудим, но и новые книги, которые мы издадим. Книга «Резня в Баку» 1905, которую мы переиздали спустя 110 лет и все это время хранилось в секрете, лишь начало. Только у нас и только с нами вы познаете правду, которую таили и таят от нашего народа. Правду, документально подтвержденную, не писанную между стенами Академнауки наших соседей. Июль 2015 года обещает быть насыщенным. Я побываю в Ереване, Степанакерте, Гюмри. Возможно, с некоторыми из вас встретимся где-нибудь в одном из этих городов. Главное, если вы живете и работаете за пределами Армении, проводите отпуски в Армении и Арцахе. Они ждут вас и всегда вам рады. И друзей своих, неармянских, приглашайте. Они должны видеть и знать вашу историческую родину, ваш народ. И тогда никакая информационно-образовательная война их не возьмет. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И важно, от кого услышать. Ведь порой случается так, что информаторы некачественные, низкосортные. Мне вот на днях один такой информатор написал. Нас в три раза больше, нам даже техника не нужна, чтобы взять карабах. Просто войдем толпой и шапками всех закидаем. Думаю своим ответом этому человеку и закончу мое к вам обращение. У Абу Альфараджа есть замечательный рассказ на этот счет. Лиса похвалялась перед львицы своим многочисленным выводком. Посмотри, мол, сколько у меня лися. И ежегодно нарождаются новые. А у тебя что? Только один детеныш. Но зато это лев, ответила львица. Субтитры сделал DimaTorzok